Добрый день! Сегодня мы поговорим с вами о том, как мы выглядим, а именно о коже. Что же такое кожа? Кожа это такой же орган, как и все остальное. Но если мы привыкли воспринимать, что сердце, печень, почки это действительно органы, то кожу мы воспринимаем как что-то самостоятельное. Нет, кожа несет такие же функции, и самое главное из них это выделительное. Почему именно выделительное? Потому что через кожу, как вы знаете, мы теряем пот, соли, жидкость, воду. Таким образом происходит и теплообмен, и водообмен. Но в момент того, когда мы теряем эту воду, что может случиться? Может случиться что-то непредвиденное, могут попасть микроорганизмы, на коже появляются высыпания. А ведь хочется быть красивыми. С первыми высыпаниями на коже сталкиваются еще маленькие детки. У них появляется потница от того, что они очень много потеют, а кожа еще подстраивается к таким новым условиям жизни. Потом следующей волной нас накрывают прыщи, когда приходит переходный возраст. Здесь все связано с гормональной перестройкой. У мальчиков, у девочек гормоны разные, но результат один. На коже появляются высыпания. А в дальнейшем, в возрасте уже старше, когда гормоны успокоились, все равно высыпания могут наблюдаться, а хочется чистую кожу. Ну и не стоит забывать о том, что очень часто на коже бывают аллергические проявления. Это могут быть такие серьезные заболевания, как экзема, псориаз, атопический дерматит, который может наблюдаться с детства. А могут быть такие легкие проявления, как, например, контактный дерматит при холодовой аллергии. Либо какие-то другие вещества, которые вызывают точечные изменения. И вот все это ведет к тому, что кожу хочется очистить. Кожа хочется, чтобы была ровная, гладкая, бархатистая везде. Поэтому с ней очень важно работать. Для того, чтобы кожа была очищена, в первую очередь нужно работать со всем организмом. Как вы уже поняли, выделительный орган у нас не один. Это не только кожа. Мы уделяем вещества через дыхание, через желудочно-кишечный тракт, и в том числе через печень. Выделяем вещества, которые нам не нужны, с почками. И кожа – это тоже один из органов выделения. Следовательно, нам нужно проработать все эти органы. И первое, что нужно сделать, конечно, нормализовать обмен веществ. Общее очищение. Конечно, нужно начать с чего? С употребления правильного количества воды. Если мы не пьем должное количество воды, у нас замедляется обмен веществ. И, следовательно, замедляется процесс выведения, можно сказать, токсинов и шлаков. Потому что в процессе жизнедеятельности каждая наша клетка выделяет вещества, которые ей не нужны. Их нужно выводить из организма. Чтобы их полноценно вывести, они должны попасть в раствор. Потому что именно из растворов они выводятся с желчью, выводятся с мочой, выводятся с потом, выводятся с дыханием. Следовательно, пьем достаточное количество жидкости. Второе – клетчатка. Клетчатка, которая проходит метлой через кишечник и выметает все болезнетворные микроорганизмы. Все, что есть плохого из нашего кишечника и таким образом чистит. Следующее – это, конечно, следить за тем, что вы едите. Потому что печень получает колоссальную нагрузку. Она разлагает каждый токсин, который поступает в организм. В том числе, например, и алкоголь. Поэтому, если вы нагружаете печень еще и какими-то медикаментами, то в сумме она может получать очень большой урон и плохо очищать наш организм. Почки. Почки должны очищаться регулярно. Но тут, опять же, нужно пить больше воды. И вот эти все моменты нужно учитывать. Хочется почистить организм. Хочется, чтобы очищался он не только через кожу. Чтобы кожа очистилась от аллергических проявлений, от каких-то угревых высыпаний. Для этого обязательно нужно делать детоксикацию. То есть помогать нашему организму очищаться естественным способом. С этим прекрасно работают травы, встраиваясь в наш обмен веществ. Не делая работу за нас. А помогая нашему организму работать так, как положено. Возвращая к природной норме. И вот аюрведа как раз направленно действует на то, чтобы очистить наш организм. Ведодетокс – это прекрасный пример БАД. Который слегка очищает кишечник. Слегка работает с печенью. Немного работает с почками. Но в сумме мы получаем такой результат, что у нас происходит общее очищение. И как следствие нагрузка очистительная на кожу снижается. И кожа тоже очищается. И мы получаем такой большой плюс. Это будет проявляться как при контактных каких-то проблемах, при аллергических высыпаниях на кожу. Так и при, например, тех же самых вульгарных обычных прыщах, с которыми столкнуться может как мужчина, так и женщина. Поэтому обязательно делаем детоксикацию, ведодетоксом, не нагружая при этом дополнительный организм. Следующее, что обязательно, как вы поняли, делать, это, конечно, следить за здоровьем своей печени. Потому что печень – это тот орган, который очищает нас от всех вредных и ненужных веществ. Поэтому от работы печени напрямую зависит то, как будет очищаться наш организм от ненужных нам соединений. А в том числе и от вредных соединений. Любой вообще совершенно токсин, как я уже сказала, например, алкоголь, с чем часто встречаются, либо прием медикаментов. Они все проходят через печень, обеззараживаются в ней, и печень должна их вывести. Поэтому печень должна работать как часы. Ведолив прекрасно нормализует именно обмен веществ в печень, для того, чтобы все, что не нужно, не оставалось, не нагружало клетки печени, а выводилось вместе с желчью. Помимо этого, ведолив направленно действует и на то, чтобы клетки печени восстанавливались сами. Ну и третий момент, на который обязательно нужно обратить внимание, особенно если высыпание на кожу аллергического характера, это, конечно, иммунитет. Потому что неправильная работа иммунной системы ведет к тому, что на коже могут появиться аллергические высыпания. Это может проявиться в раннем детстве, либо сработать по накопительному эффекту, и аллергия может появиться в 40-50 лет. То есть здесь никто не застрахован. Именно поэтому при аллергии обязательно нормализовать работу иммунной системы. Что нам дает иммуноведа? Иммуноведа приводит работу иммунитета в гармонию. Если нужно где-то усилить защиту, она усиливает. Если нужно ослабить, ослабляет. То есть иммунитет в данном случае не будет чрезмерно реагировать на какой-то аллерген. То есть вещество будет восприниматься адекватно, так же, как и всеми остальными людьми, у которых нет на него аллергии. Ведь что такое аллергия по факту? Это реакция чрезмерно высокая на какое-то вещество, которое у остальных людей этой реакции не вызывает. И вот как раз эту чрезмерную реактивность иммуноведа и убирает. И вот этот комплекс помогает очистить кожу даже при таких серьезных проблемах, как псориаз, экзема или, например, атопический дерматит. Обратите внимание, что их можно принимать с 3-х летнего возраста. Это очень важно, ведь с аллергией зачастую сталкиваются детки уже в раннем-раннем возрасте. И начиная с 3-х лет по половинной дозировке мы можем использовать эти БАД. То есть если с 10-ти летнего возраста дозировка идет по одной таблетке 2 раза в день, то для детей 3-х лет и старше она составляет 1 таблетку в день. Можно делить на 2 приема, либо просто 1 таблетку 1 раз в день давать ребенку. Для более легкого усвоения рекомендуется растолочь таблетку и смешать с медом, либо вареньем для того, чтобы ребенку было приятно ее употреблять. Но можно и просто давать таблетку, если ребенок спокойно выпивает ее целиком. Минимальный курс, как вы понимаете, 1 месяц. Но если проблема существует серьезная, хроническая, то курс можно будет продлить на 2-3-4 и более месяцев. Отдельно хотелось бы сказать по введению нескольких видов БАД, как у взрослых, так и у детей. Если человек склонен к аллергии, то продукты нужно вводить постепенно. Поэтому сначала вводим один вид БАД, в течение недели убеждаемся, что на него нет аллергической реакции, вводим второй, еще неделю, только потом вводим третий вид БАД. И таким образом мы смотрим, что нет аллергии, все хорошо переносится, а если вдруг аллергия появляется, то мы знаем, на что она. Поэтому ни аллергия, никакие высыпания на кожу не являются приговором. Со всем этим можно работать, убирать проявления и быть красивыми, счастливыми и здоровыми. Субтитры создавал DimaTorzok